В этом году Кубок России Покудо впервые принимал самый западный областной центр. Калининград собрал у себя бойцов из 19 регионов страны. В такое далекое путешествие отправились и приморские спортсмены. Оттуда наши кудоисты вернулись с тремя золотыми и одной бронзовой медалью. Награды достались бойцам нелегким путем. Получилось так, что мы уехали туда за 5 дней до начала соревнований. Мы проводили легкие тренировки там, чтобы ребята не избавляли свои обороты, свой темп. И поэтому прошли удачно, будем сказать, акт лимитизации. Первое золото в копилку нашей команды в категории 240 единиц принес чемпион мира Гигам Мановазян. В последнее время приморцу на крупных турнирах доставалось лишь серебро, но в этот раз Гигам победу не упустил. И это при том, что в финале ему противостоял опытный кудоист и самбист Павел Мальковский. Все бои до финала выиграл явно, без всяких вопросов в первом раунде завершились все боединки. В финале уже встретился, нужно сказать, в третий раз уже с противником. В дополнительном времени уже проявил, так сказать, характер, упорство и выиграл. Своё золото не упустил и Андрей Черных. Правда, его финал с Давидом Махмудовым из Ярославля был самым напряжённым. Наверное, именно поэтому судьи вручили Андрею награду за лучший бой турнира. У нас поединок прошёл с дополнительным временем. Я так и рассчитывал, что это будет, поэтому разложил силы, действовал по тактике, которую мы с тренером разработали. Разбивал его по корпусу, чтобы он замедлился и в концовке добавил темпу, добавил скорости. И он уже когда просел по функционалке, я его уже смог доработать и выиграть. Третье золото досталось женской части команды. Для Александры Савичевой поездка на кубок была своего рода шансом на реванш. С чемпионата России, который проходил в феврале, кудеистка вылетела практически сразу, но для себя решила, что без национальных наград в этом году точно не останется. Но если у предыдущих бойцов за плечами большой опыт и копилка медалей со всемирных соревнований, то для Евгения Мыкола Кубок России стал первым серьезным испытанием в карьере. Дебют определенно удался. Приморец смог увезти домой в бронзу соревнований. Ну, можно сказать, не повезло, всего, может, опыта. Ну, я проиграл там в конце, в концовочку отдал немного. Ну, а ты бой за третье место выиграл досрочно, были на руку. В принципе, почувствовал уровень соревнований. Ну, и сейчас заряжен дальше тренироваться и достичь уже первых мест на России. Уже в июле кудеисты начнут новые тренировки, причем на выезде. В городе Обнинске пройдут всероссийские сборы, по результатам которых лучшие отберутся в национальную команду для участия в чемпионате мира в ноябре в Японии. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.